Здравствуйте! Шавотов и Гутевох! Хорошей недели! Мы находимся в 15 главе 11 предложения книги Мишлей и у нас 124 урок по Мишлей. Говорит Шлома о Меллах фраза, которую я читаю по-русски, но по-русски она не очень понятна. «Преисподня и Авадон, в скобках ад, на виду Всевышнего, тем более сердца сынов человеческих». Так вот, честно сказать, я не очень бы понял значение этой фразы, но пытаемся ее понять совместно с Мальбумом и Гаоном. Мальбум говорит так. «Негид Гаомрим» – есть люди, которые говорят, и этот пасук Шлома о Меллах написал против этих людей, которые говорят, что Всевышний не знает мыслей человеческих, потому что, поскольку они очень глубокие и скрытые внутри самого человека, и в сердце человека очень глубоко, если со стороны изменений, которые происходят, как, например, река, которая растекается, также мысли человека, они постоянно текут и постоянно меняются, поэтому Всевышний их не знает. И не может быть, чтобы был такой хидуш у Гашема, у Всевышнего, чтобы было такое вот количество мыслей, которые есть у каждого человека каждую секунду времени, и изменение точки зрения и так далее. И философы, есть те философы, которые считают, что это невозможно. На это отвечает Шлома о Меллахе и говорит. Дерих Агав, до того, как мы прочитаем ответ Шлома о Меллахе, когда-то я давал уроки по Рамбому, не столько по Рамбому, но по Рамбому, шло шестрей карей муна, тринадцать принципов веры, которые формулирует Рамбом. Один из них говорит, что я верю полной верой в то, что Всевышний знает все мысли человека, и нет ничего, что скрыто от Творца. И по Луфи, Штат Рамбому, мы говорили об этом по мнению Рамбому, человек, который отрицает эту основу, это одна из основ веры, подобный человек сразу же лишается Алла-Маба. Против этого приходит Шлома о Меллахе и говорит, что Шауль, Шауль – это вид гейнома, который очень глубокий, и скрыт он больше, чем человеческое сердце. И Авадон. Авадон – это, по мнению Рамбома, Мальбима, извиняюсь, я оговорился, по мнению Рамбома, Авадон – это Хомир Гаюли. Те, кто когда-то слышал или читал Рамбана на Паршат-Берешит, знают, что Рамбан объясняет, он использует эти философские греческие понятия и говорит, что Берешит Барай-Лаким вначале сотворил Всевышний, первичное творение, которое было, было создан какой-то Хомир, какая-то материя, которую греки называют Гаюли, и Рамбан продолжает объяснять именно по этой шите, что это какая-то первичная материя, из которой в дальнейшем творилось все, что было сотворено в мире. И этот Хомир, он постоянно, вот этот материал, он постоянно меняет свои формы и одевает различные формы без всякого гефсека, без всякой остановки. И тем не менее, это то, как Мальбин переводит слово Авадон, которое написано в Шрама Мелохе. То есть, гейном, который глубокий, глубже, чем человеческое сердце, Всевышний знает. И вот этот материал по названию Йоэли, который называется Авадон, тоже постоянно знает Всевышний. Это Негид Гошем, это против Всевышнего. Иоэдэ Мамакаф, и Всевышний знает их глубину и их изменения. Также он знает сердца человека и знает все человеческие мысли. Таким образом, перевод этого пасука Лфи Мальбин звучит так, что приходит Шлома Мелохе и говорит, что есть такие люди, которые говорят, что Всевышний не в состоянии, не знает, не владеет материалом постоянного изменения мыслей всех человеков, людей, поскольку людей очень много и изменений происходит очень много в единицу времени, поэтому это технически невозможно знать. Приходит Шлома Мелохе и говорит, что гейном и Авадон, вот этот вот постоянно меняющийся хомер, постоянно меняющийся материал, который создан Творцом изначально, они глубже человеческого сердца и шире, и так далее, и тем не менее, они постоянно перед глазами Всевышнего. Тем более, сердца человека, которые значительно менее глубокие, тем более, они постоянно внутри познания Всевышнего. Гагро идет по похожему, но другому пути, и Гагро пишет здесь очень много. Ну, попытаемся разбираться. Он говорит так, Ша-Шауль, Ва-Авадон, вот эти два слова, это то, что находится в самом низу земли. Что означает самый низ земли? Гагро приводит, что на эту тему есть предложение в псалмах. Какой-то вопрос? Нет? Есть псалом Давида, который находится в 63-м псалме. И сейчас я не приготовил мальбима на него, но тем не менее. 63-й псалом Давид Гамелых говорит такую фразу. Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. Говорит Давид Гамелых так. Момент. Ищут они, мои враги, души моей, чтобы погубить ее, и сойдут они в глубину земли. Так вот, слова «сойдут в глубине земли» он объясняет. Гэма ла шаа и вакшум. Они вот этого шаа, глубину, будут просить моей души, и они спустятся в глубину, до самой глубины земли. Здесь говорит Гаон, что вот эта глубина земли, о которой говорил Давид Гамелых внутри псалма, о ней говорит сейчас Шлома Гамелых, который говорит, что Шауль и Вавадон, эти две вещи, находятся в самом низу земли. В глубине земли, я не знаю, как лучше перевести. И, несмотря на это, они перед глазами Всевышнего. Всевышний их видит. Тем более сердца человека. Это первый пируш. Что такое бадьюг, глубина земли, я не могу точно сказать. Второе объяснение. Шауль. Здесь говорит Гаон, что Шлома Гамелых пришел сказать человеку, чтобы не сказал, что Всевышний, он весь из себя того райнаем, у него чистые глаза, и он не смотрит в зло, потому что, когда смотришь на зло, то это зло каким-то образом на тебя влияет. И Всевышний не видит зла, для того, чтобы это не оказало на него никакое влияние. Поэтому он не видит зла, которое происходит. что он вообще не смотрит в место, которое называется тамэ, нечистое, и место, которое называется мугаль, противное. И об этом сказано, что Шауль и так далее, что Шауль – это источник всей тумы, всей нечистоты. И нету подобной нечистоты, такого уровня, как Шауль, больше нечистоты нет. И несмотря на это, она находится перед глазами Творца. Но, Перуш, объяснение, что, тем более, сердца человеческие, имеется в виду, что Шауль – это шестой из уровней гейнома, который существует. Существует семь уровней гейнома. Шауль – это шестой уровень гейнома. И все они, эти шесть уровней вместе, включая шестой, они называются Шауль, они называются вот этим вот словом. А Вадон – это седьмой уровень гейнома, который написан. В Геморе Ирувин, Маккор этого, источник этого комментария, это Гемора Ирувин, который я не приготовил, Давью Тет Омуталиф. Там есть Гемора, которая говорит, перечисляет, если сейчас мы сможем, увидеть Ирувин, то Мгимол должен быть. Нету, да? Есть. Вот, в Геморе я извиняюсь, что я заранее не успел приготовить, меня что-то задержало, я приехал с дикой скоростью и не успел подготовиться. Так вот, в девятнадцатый, Дав Геморы Ирувин, есть Гемора, которая говорит, сейчас, «Ом Раби Ишоу Бан Леви», говорит Раби Ишоу Бан Леви, он говорит такую вещь, что означает пасук, «Оврей бээмик габаха, меэйн иштахаву, гам брахот яате море оврей», что означает фраза, цитата, из Дгилем, что означает «Оврей бээмик», те, которые проходят в глубине, плача, и там они получат брахот, который увидят, что означает эта фраза. «Оврей», слово «авейра», это слово «переход», «лаавор», «переходите», слово «авейра» – это «преступление». Что имеется в виду? Понятно, что это не простой перевод, сейчас с псалмов мы читаем, а «драшу», который дорешит, раби Ишо Бан Леви, дореш, гемора дорешит, из псалмов. Это люди, которые приступают через желание Всевышнего. «Омикма», что такое «эмик», глубина, что они углубляют себе гейнум с каждой авейрой. «Габаха», что такое «баха», «шебухин», что они плачут, и маридим дмаот, и проливают слезы. «Кимаян шель шитин», как источник, как не источник, а как «маян» перевести по-русски, ну, наверное, источник, действительно, шитин. И также Брахот показывает, что цадиким, что мацдиким алэем, что они сами себя оправдывают и говорят перед Всевышним. «Рибаношелам», «Господин всего мира». То есть, речь идет о людях, которые сделали авейрот, теперь они спускаются в гейнум, и они продолжают диалог со Всевышним. Обратите внимание, не похоже ли это на кого-то, с кем вы знакомы. Говорят они так. «Рибаношелам, господин всего мира, ефе данта, ефе захита, ефе хаяфта, ты хорошо судил, хорошо удостоил, хорошо захаевил, хорошо наказал. Ефе тиканта гейном, и хорошо, что ты сделал гейном для Рашоин и ганедан для цадиким». То есть, они хвалят Творца за то, что он создал гейно. Спрашивает Гемора, сказал Рабишенман бен Лакиш, Рашоин, нечестивцы, «Даже на петхошель гейном, даже при входе в гейном, эйна хазримбат шува», не делают шуву. «Шинаамар, яцуварауапи греяна шим, пойдите, посмотрите на сумасшествие людей, апошимби, которые согрешили против меня», говорит Всевышний. «Шепашу», Гемора делает дьюк, которые грешат передо мной, не сказано в прошедшем времени, согрешили, но говорят «пошимф», в настоящем времени. То есть, они продолжают делать свою пшию, свое преступление, постоянно. То есть, даже находясь на петах гейном, у входа в гейном, они продолжают ругать Всевышнего и продолжают грешить. Говорит Гемора Лакаши, нет, здесь нету кушьи. Есть разница между паше и Сраэлем, паше и Абдей Каховем. Нечестивцы из Израиля, они признают Дин и говорят Всевышнему, что хорошо нас судил, а нечестивцы из народов мира наоборот. Окей, теперь здесь говорит Гемора. «Омар Абдей Шмон, омар Рейшлакиш, паше Исраэль, эйнор геймон шалетет богем, нечестивцы из Израиля, гейном его огонь, не владеет ими. Кальмахомер ми мизбех, кальмахомер, от простого к сложному, тем более учится из мизбех Загав, из золотого жертвенника. Как мизбех Загав, шейналав, элэко ойве динар, мизбех, который жертвенник, который сделан из золота, золото, покрытие золота, там на толщину динара, монетки. И тем не менее, Амат Камашаним, и он несколько лет находится, стоит, и лошал табо и оры, несмотря на то, что там сжигают всякие кторосы и так далее, огонь, жертвоприношения различные, огонь не владеет этим мизбехом. Паше Исраэль, шемли, митсводки, ремонт, те нечестивцы из Израиля, которые наполнены заповедями, как ремонт, то есть полны заповедям, как ремонт, как сказано, неважно что, тем более, они ими не владеют геном. Окей. Секундочку. Дальше гемора разбирает некоторые роды, которые действительно, геном очень плохо на них действует. И после этого гемора начинает объяснять, сейчас, секундочку, всем метро генома говорит гемором раби еще об анлеве, всем имен есть у генома, и вот эти семь названий генома, шауль и авадон, это те два, которых мы касаемся в нашем предложении, что как предложение звучит, помните еще, потому что я уже почти что забыл, предложение звучит так, что шауль и авадон, это два по гагро, и гагро учит точно по геморе и рувен, почему Мальбим не использует эту гемору, и слово авадон использует для обозначения слова июля, я не знаю, потому что лихойра есть гемора, которая говорит так же, как гаон, которая объясняет, что два имени генома, шауль и авадон, они находятся на глазах у Всевышнего, и тем более сердца человеческие. Здесь гемора добавляет, значит, первое шауль, второе авадон, третье беэр шехот, четвертое бор, пятая шаан, тит, тит гаеван, вецалмевет, вэрит стахтит, и эрит стахтит, это еще один вид генома. Таким образом, семь видов генома. Теперь, дальше он объясняет, Рабийшо вен-Леве, объясняет, откуда он берет эти семь названий, из каких псуким. Я не знаю, надо ли нам входить, потому что, ну, хотя бы два из них мы прочитаем, потому что эти псуким, с которыми мы не очень знакомы, это для того, чтобы их учить, надо учить не только Мишлин, но еще несколько книг. Шауль. Есть пасук в книжке, которая называется, которая называется «Пророк Йона», где сказано «Мибетен Шауль Шавити», «Шамата Коли», из глубин Шауля, генома, вот этого вида, «Я к тебе обратился, и ты слушал мой голос». Это Йона, который, по комментарию Гагро, вся книга Йона рассказывает про человеческую душу, которая спускается в мир, ей отдается какое-то распоряжение, которое она отказывается делать, она попадает в рыбу, рыба, «Дак», это «Рашей Тивот», аббревиатура «Дин Гейном», она попадает в Гейном, после этого возвращается в Новый Гингуль и исправляет то, что она не сделала, как пророк Йона исправляет то, что он отказался сделать. И «Мибетен Шауль Шавити», «Шамата Коли», это что Йона говорит о том, что я молился к тебе «Мибетен Шауль», из живота Шауля, из глубин Гейнома. «Авадон», это другой пасук. «Гаисупар бэкэвер хаздэха амунатэйха ба авадун». «Будет ли рассказано из могилы твоего хэсэда, твоей имуны, твоей веры, ба авадон» и так далее. Дальше он каждый из остальных тоже приводит. Но здесь нам сказано, что есть семь видов Гейнома, и Шауль – это шесть из них, то есть это шестой, а авадон – это седьмой. И Гакодыш Баругу видит все глубины Гейнома, тем более он видит, что находится в сердце человека. Теперь постараемся продолжить и увидеть, как объясняет это Гаон, используя вот эту гемору, которой мы сейчас пользовались. Возвращаемся и объясняем. Перуш, что имеется в виду, что Шауль – это шестой уровень сверху вниз Гейнома, предпоследний уровень Гейнома, и иногда все шесть называются Шаулем по нему, поскольку он шестой. Авадон – это седьмой уровень, самый низкий. И это Дукровынухма, и Шауль, и Авадон – это шесть первых, и седьмой – это как Дукровынухма, и минус – моль, как правая и левая сторона. Попробую объяснить, что это означает. Имеется в виду, что бык душа в святости есть определенные парцюфим, определенные лица. Дословно этот перевод. Бекобола – слово парцюф – это определенное соединение сферот, которое соединяется таким образом, что через них проявляется влияние Творца в этом мире. Верхний, три верхних из них не обсуждаем сейчас, а два нижних из них – это шесть уровней, которые называются мужское начало – Захар, и нижний уровень, который называется Накайва – женское начало. Женское начало, то, что называется Накайва, это то, что называется Малхус, атрибут Малхус или Шахина – божественное присутствие. Шесть верхних уровней, которые называются Захар, это другие уровни. Они же соответствуют В терминах более простых. Первые шесть соответствуют понятию Торы, и седьмой соответствует понятию Митцвод. Соединение Торы и Митцвод – это соединение Захара Накива. Теперь это правое и левое начало. Так вот, Лаумадзе – все одно напротив другое. Так же, как есть шесть уровней к Души и седьмой уровень к Души в святости, то же самое есть в антисвятости. Антисвятость, она выражается не только, но одно из ее выражений. Это шесть плюс седьмой уровень геенома, который находится. И... А? Нет? Ничего? Шесть и седьмой уровень геенома. Седьмой уровень геенома – это уровень, который соответствует Нукве, а шесть других соответствует Шауль – это Духра. Так вот, он говорит, что то же самое есть в человеке. Это Ецар Гатов и Ецар Гара. И об этом говорят наши хохамим, что цадиким, кто судит праведников, их Ецар Гатов. Что они оба, обе стороны, они являются Шауль Вавадон. Сейчас, шнею, но слиха. Что у цадиким оба Ецара, и левая, и правая сторона, и правая, и левая сторона, является Тов. То есть, они сделали так, что Ецар Гора направлена только на добро. Они достигли ситуации, когда Ецар Гора служит человеку, служит для Митсвот. Рашоим – их судит только Ецар Гара. Что имеется в виду, что служит Ецар Гара? Лихойра их должно судить тоже Ецар Гатов и Ецар Гара. У Рашоим они дошли до такого уровня, что оба Ецара у них становятся Ецар Гора. И правый Ецар Гатов, и левый Ецар Гара превращается в Ецар Гара. То есть, Ецар Гара настолько побеждает Ецар Гатов, что то, что должно работать хорошим началом, у них тоже работает в сторону Ра. Бейнаним – Зева Зе Шафтан. Средние и то, и другое их учат. Так Гагро начинает объяснять, комментировать Магилатрут, которая говорит «И было во время, когда судили судьи». Что такое Шфоди Шофтан, объясняет Гаон, что это время, когда бейнаним, средние люди, их судили Ецар Гатов и Ецар Гара. Это два Шафета, которые у них были. Это со средними. С Цадиким оба Шафета, это были оба судьи, это были Ецар Гатов, с Рашоем оба судьи была Ецар Гара. И об этом сказано «Шауль в Авадон». То есть, несмотря на то, что Всевышний видит и Шауля, и Авадона. То есть, он видит и Ецар Горов, и Гатов, и Ецар Гара. Он видит Ецар Гатов, которая превратилась в Ецар Гара, и видит Ецар Гара, которая превратилась в Ецар Гатов. тем более он видит все сердца человека, то есть все мысли человека. Это два сердца, которые есть у человека, потому что, наверное, все знают, что один из таких основных комментариев наш Майис Роэль – «И возлюбив Всевышнего Бога твоего всей душою, всем сердцем твоими, всеми сердцами твоими, и Ецарготов, и Ецаргора». Поскольку наша задача превратить то, что Ецаргора превращается в Ецарготов, тогда человек становится цадиком. Каким образом это можно делать? Очень просто. Например, Ецаргора – это лень человека. Можно использовать лень на то, что даже когда у тебя есть какая-то тайва, стремление сделать какую-то авэру, то лень побеждает, и я не делаю авэру. Или, когда у меня есть какая-то Ецаргора, например, в виде гайвы, то я решаю, что я буду самым лучшим, буду лучше всех учить Тора. Понятно, что это изучение Торы Лолошем Шамаем, но, тем не менее, это изучение Торы и исполнение Митцвод. В этой ситуации этого цадика судят два Ецарготов. Ецарготов, которое слева, то есть изучение Торы и исполнение Митцвод Лолошема, и Ецарготов, которое справа, изучение Торы и исполнение Митцвод Лешема. Понятно, что Митокши Лолошема в такой ситуации из-за Лолошема можно прийти к Лешема, и это то, что судит человека, насколько он достигает этот уровень. С Ецаргорой наоборот. Это еще один комментарий того, что Всевышний знает, как работают оба Ецара человека, превратился ли Ецаргора в Ецарготов и Ецарготов в Ецаргора, или они остались каждый при своем, и судит их, и тем более в глазах Всевышнего. Это и есть не тем более, а это и есть, что Всевышний видит левовод человека, сердца человека и знает, как работает сердце каждого человека в качестве Ецарготова и Ецаргора. Это еще один комментарий Шауля Эвадона. Еще один комментарий. Давара Хер. Новый комментарий. Шауль и так далее. Шауль – это Шем Мадур Гашиши. Это название шестого уровня гейнома. На этот раз не шести уровней первых, а только шестого уровня гейнома. И это то, что я только что зачитывал из Рувина, что Шауль – это один из шести уровней. А вадон – это седьмой уровень от слова «авейда» – пропажа. И здесь сказано «мешнеем эн алим клаль». Из обоих невозможно так просто вырваться, вообще невозможно выйти. Существует первые пять уровней гейнома, в которые человек попадает, проходит их, выходит из них, его душа становится очищена и готова к тьязамэсик, к воскрешению, к оживлению из мертвых или к новому гингулю и к исполнению митцвод заново. Но Шауль и Абадон из этих двух видов гейнома выйти невозможно. Как сказано, «кен юрат шауле лоэлэ» – это пасук из Иова. И так его объясняет Зохр. Зохр говорит о том, что то, что сказано, тот, кто спустится в Шауль, оттуда не поднимется. Имеется в виду, что человек, который доходит до шестого уровня гейнома, из него нет возвращения. А то, что сказано, «мурид шауль ваиаль» – это другой пасук. В Шмуэль сказано, что человек спускается в Шауль и поднимается оттуда. То есть, есть противоречия. Один пасук говорит, спускается в Шауль и не поднимается. Другой пасук говорит, спускается в Шауль и поднимается. То есть, вопрос, который сейчас волнует Гаона, он его задает, это человек, который попадает на этот шестой уровень гейнома. Он выходит оттуда или не выходит оттуда? И об этом сказано. Гаон продолжает, Гаон объясняет, Гаон Мимитум и Хая, Всевышний убивает и оживляет. Что имеется в виду? Имеется в виду, что человек не выходит из шестого уровня гейнома, из Шауля, от Тхиаза Мэсим, до оживления из мертвых. Поэтому Корах и его Эда, они находятся там, в Шауле, именно в этом месте, и выйдут из гейнома только, когда наступит оживление из мертвых. Поэтому сказали наши мудрецы, я не знаю, где они сказали, Хагро приводит Тиконеизогр, может быть, есть еще какое-то место, но Хагро приводит только одно место, что каждую неделю они приходят к Машеху и спрашивают, когда он придет. То есть, поскольку они знают, что до прихода Машеха и до Тхиаза Мэсим, до оживления мертвых, им не светит выйти из Шауля, то поэтому они так интересуются, у них есть заинтересованность личная в выходе из Шауля, в выходе из гейнома. В принципе, я думаю, что надо здесь на несколько секунд, минут сделать лирическое отступление. В законах Кадыша сказано, что Кадыш надо читать 11 месяцев. Почему 11 месяцев читается Кадыш по родителям? Потому что обычный человек спускается в гейном на 11 месяцев. Поэтому каждый кадыш, который говорится три раза в день, он охлаждает гейном, помогает человеку в гейноме каким-то образом в душе существовать. И схуд, который получает человек, который читает Кадыш, он относится к тому, по кому читает Кадыш. Кадыш, естественно, речь идет о том, что Кадыш считает кто-то из сыновей по своим родителям. Когда Кадыш считает кто-то посторонний за деньги, схует, они падают, ну, я не знаю, как это сказать, но стремятся к нулю по сравнению с Кадышем, который считает сын. Когда сына нету, то внуки, когда внуков нету, то таки плохо. Вот. Но, тем не менее, в такой ситуации принято, чтобы читал кто-то, которому платят деньги за это. И поскольку схуд с доки, который я даю этому человеку, он тоже работает, то какой-то схуд есть. Но есть геморок, который рассказывает про Раби Акиву, который шел в своих странствиях по Амисраэлю, когда он ходил, чтобы преподавать Тору. Раби Акива встретился там с каким-то мальчиком, к сиротой, у которой умерли родители, а мальчик был несколько безграмотный, и читать Кадыш не умел. Поэтому Раби Акива взял его с собой и начал его обучать говорить Кадыш. И когда этот мальчик, наконец, сказал первый раз Кадыш по папе, то Раби Акива, этот папа, пришел во сне, говорит гемора, и сказал, что в этот момент его выпустили из какого-то одного мадура-гейнома, какого-то одного уровня у Гемора, на более легкий уровень гейном, и все, пока мальчик не мог сказать Кадыш, это никак не помогало, и вот теперь он получает какое-то сильное облегчение. Ахроним указывает на простую вещь, что Раби Акива был Гадоль-Гадор, был один из самых крупных рабоним этого поколения, и, вероятнее всего, он мог начать читать Кадыш сразу. Но он сам не говорил Кадыша, а учил этого ребенка говорить Кадыш, для того, чтобы ребенок, наконец, сказал Кадыш, и именно Кадыш этого сына помог папе в гейноме. Поэтому главная работа, конечно, это кто-то из потомков, поскольку сказано, что сын, он является ногой своего отца. Поэтому, когда сын читает Кадыш, то это совершенно другой уровень Кадыша. Но, когда это невозможно, то любой другой Кадыш, понятно, что какое-то действие делает. Теперь, почему именно 11 месяцев, говорится Кадыш? Потому что написано, что 11 месяцев стам обычный Раша, обычный нечестивый человек, находится в гейноме. Тот, кто как бы сильно Раша, сильнее, я не знаю, как это сказать, он находится в гейноме 12 месяцев. Поэтому в Шульханурах есть вопрос считать Кадыш 11 месяцев или 12 месяцев. Потому что кто из нас может сказать, что Кадыш по человеку, которому мы считаем, он настолько относительно праведен, что он не попадет в гейном на 12 месяц. Таз и Шах пишут, что все-таки правильно считать 11 месяцев, а не 12, потому что, когда я считаю 12 месяц по кому-то из родителей Кадыш, то я как бы Махзик показываю всем, что я считаю родителей такими сильными Рашоем, что по ним надо считать еще один месяц Кадыш. А это неуважение к родителям. Поскольку хиюв Кадыша, я сейчас не говорю про иньоним, про высокие смыслы Кадыша, я говорю про галахический аспект, что Кадыш должен считать сын, поскольку он, это его хиюв, обязанность это делать, поскольку этим он выполняет митцву уважение к родителям. Это последний раз, когда он может уважать родителей, когда он считает Кадыш. При жизни уважать родителей несколько тяжелее, те, кто пробовали это делать, после смерти, как правило, уважают очень сильно, значительно легче выполнять. Три раза в день сказал Кадыш и газонтергия, и на здоровье. Но, тем не менее, икор Кадыша – это митцва уважения к родителям. Поэтому говорит Тас, что в тот момент, когда человек читает Кадыш еще один месяц, то есть он показывает, что он считает папу или маму настолько нечестивым, что он еще один месяц находится в гейноме, то это называется неуважение к родителям, поэтому он пишет Тас, что не надо читать Кадыш двенадцатый месяц. Лаумадзе, например, такой шут Биньяна-Лам, это Рафай Зикицко-Ковер, он ученик ученика Вильнинского гаона, ученик Рап Минахи Мендера, ученика Вильнинского гаона. Он оставил завещание, где просил своих детей читать Кадыш двенадцатый месяц. И поскольку он оставил завещание, они обязаны были это делать, то здесь уже не возникает вопрос неуважения к родителям, потому что родители это от него требуют. Я слышал от очень близкого к такому Раппинхас Шенбергу человека, который был такой неординарной личностью, он надевал что-то порядка семнадцати талоскоттенов, чтобы выполнить митсву цицит, митсву кистик, который на крае одежды, по всем мнениям всех решений. Поэтому надевал то ли семнадцать, то ли тридцать талоскоттенов, выглядел очень полным, на самом деле был очень худой, он постоянно их носил. Так вот, он умер в возрасте ста двух лет, и он своим ученикам рекомендовал всем читать двенадцать месяцев кадыш, говоря, что в наше время это не называется неуважением к родителям, потому что, в общем, более или менее очевидно, что в наше время мало кто находится там меньше двенадцати месяцев. Тяжелое время, тяжелые люди и так далее. И поэтому это не называется, что не уважаешь родителей, когда говоришь кадыш двенадцать месяцев. Окей, теперь мы двинемся дальше. Здесь он говорит, что человек, который спускается в Шауль, у него нет выхода оттуда до тех пор, это шестой уровень гейнома, он не покидает его до тех пор, пока не произойдет оживление мертвых. Но во время оживления мертвых он выходит из гейнома, то есть он находится там не одиннадцать месяцев, не двенадцать месяцев, а с того момента, как он умер, до того момента, когда произойдет Киаза Мейсим, оживление из мертвых, это может быть и тысячу лет, и больше. И меньше тоже может быть. Я не знаю точно, когда будет оживление мертвых, и не знаю, когда он умер. Поэтому точно решить задачу невозможно. Но это явно может быть сильно больше двенадцати месяцев. Теперь, седьмой уровень гейном, который называется Авадон. Это те люди, которые туда попадают, они оттуда не выходят вообще. Никогда. потому что это слово Авадон, это Кишмо Кенгу, как его название, так его суть. Лаабет, это значит исчезнуть, пропасть. Там, оттуда нет выхода. И они там пропадают навсегда. Поэтому в Шауле о нем сказано, что там есть Петах Сагур, там есть закрытый вход. Вход есть, но он закрыт. В Авадоне вообще нет выхода, вообще. Никакого входа и выхода нет. И то же самое внутри сердца человека. Есть два отверстия. Одно отверстие заполнено кровью, а одно закрыто постоянно, как сказано в Икра Сагур-Лебам. И я порву то, что закрыто в ваших сердцах. В соответствии с тем отверстием, которое наполнено кровью, написано Коль Гагоем Арелим. Все неевреи, они, у них есть орла. Имеется в виду орла, это, пшада пошут слова орла, это крайняя плоть, которая делается обрезание. Коль бы это Сройль, а Релэй Лев. Но все сыновья Израиля, у них сделано отверстие, подрезано, не только то место, где делается Бритмила, но и сердце, которое обычно заполнено кровью, там оставлен какой-то выход. И об этом говорит этот посуг по последнему комментарию Гаона, который мы сейчас учим, что Шауль в Авадон негед Гошем, что и тот, и другой вид Геенома находятся перед Всевышним, и также сердце человека, то есть сердце человека у нееврея, который нарушает заповеди Сыновей Ноха и становится Рошою на таком уровне, что он попадает в этот уровень, то он попадает на уровень Авадона, откуда нету выхода, а у евреев, поскольку он Арель Лев, то есть там обрезано сердце, то он находится в состоянии, где какой-то выход есть, и Всевышний может его вывести. Опять же, понятно, что речь идет не про всех евреев, тех, которые дошли до Шауля, но не до Авадона. Теперь этот комментарий давайте не сакем, давайте сделаем его, подведем итог этого последнего комментария. Есть люди, которые спускаются в Гееном до обычного состояния Геенома, один из первых пяти уровней. Оттуда есть выход, когда, либо через 11 месяцев, либо через 12, либо не знаю когда, но есть выход. Из Шауля в принципе выхода нету до Тхиаза Мейсим, до оживления мертвых. В это время это заканчивается, и Корах с его компанией попал именно в этот вид Шауля, Геенома, и оттуда он кричит Мойша Эмес и Тороса Эмес, Мойша истина и Тора его истина, и он там будет находиться до Тхиаза Мейсим, до оживления мертвых, поэтому его так волнует, когда придет Маших, и когда начнется оживление мертвых, к этому моменту, в этот момент он оттуда выйдет. Есть еще люди, которые попадают ниже, чем Шауля, они попадают во Вадон, и оттуда этот Гееном не кончается, даже после Тхиаза Мейсим, даже после оживления мертвых. Точка. Это этот комментарий. Теперь есть Гемора в трактате Мишна, в трактате Сан-Гедрин, которая говорит, «Коли, Сроэль, Ешелам, Хелик, Ла-Ла-Маба, все евреи, весь Амисраэль, у них есть и дело в будущем мире». В будущем мире. Продолжает Гемора и говорит, «А вот те, у которых нету дела в будущем мире», и дальше достаточно длинное перечисление тех, у кого нету дела в будущем мире. Очень принято почему-то, то есть я понимаю, почему, почему-то звучало в кавычках, потому что люди, особенно в нашем поколении, они очень привыкли кричать «Коли, Сроэль, Ешелам, Хелик, Ла-Ла-Маба, мы все цадиким», весь народ «Кулам цадиким» и так далее. Поэтому мы говорим о том, что у всех есть дело в будущем мире. Проблема в том, что Мишна продолжает и говорит о тех, у которых нету дела в будущем мире. Вот. И получается, что количество людей, у которых нету дела в будущем мире, оно огромное. Думаю, что на сегодняшний день большинство, потому что любой человек, который даже не то, что плохо учился, а вообще никогда не учился и никогда ни о чем не слышал, но говорит, что в Торе, в Хумаше не написано ничего про воскрешение из мертвых, про оживление мертвых, этот человек теряет удел в будущем мире, как говорит эта Мишна. Про остальные я не буду говорить, контрольный выстрел не обязательно. Но, тем не менее, есть куча народа, про которых написано, что у них нету дела в будущем мире. Рамбом пишет о том, что в Элу, а вот те, апикорсим, миним и так далее, те люди, которые отрицают основы фактически 13 принципов веры Рамбома, они спускаются в Гейном и судятся там лэдарэйдаротэ лаалмээ ламим на поколение, на все поколения и лаалмэ ламим, я не знаю, из мира в мир, на веки вечные. Пусть будет так. Гейном калавэ гэм локалим. Гейном кончается, они не кончаются. Лихойра, на первый взгляд, это и есть то, о чем здесь написано, про вид гейномок, это называется Авадон, что оттуда нету никакого выхода. Многие Микуболем, Равцодаккоэн, Лешим, я не знаю, кто еще, я не настолько сильно знаком с этой темой, но Лифоход двое из них пишут, что то, что сказано, что люди спускаются на веки вечные, я бы в жизни не придумал по-русски такого словосочетания, но это самый лучший перевод, который можно придумать. Те, кто находятся там, лаалмэ ламим, на веки вечные, гейном кончаются, они не кончаются, это тоже не навечно. И они говорят, что нет ни одного нефиш в Исраиле, ни одной души в Израиле, который не получит аламаба, грядущий мир. Но есть те, которые будут там находиться и после оживления мертвым во время Машеха, и будут там находиться, если я правильно понял, Лешим, думаю, что да, еще три тысячелетия, до десятого тысячелетия, но после десятого тысячелетия, когда наступит уже совсем аламаба такое, окончательный, то в это время и они тоже окажутся в аламаба. Равмойша Шапира объяснял, что у них нет удела в будущем мире, но они будут находиться в аламаба, как сегодня человек, у которого нет дома, находится у кого-то в гостях. Разница будет огромна, но что-то он получит, какую-то награду в аламаба он получит. При этом награда, это будет наградой. Грубо говоря, есть гемора, которая говорит, что за то, что собаки в Египте не лаяли, когда Амисрейль выходил из Египта, Тора дает им награду, им бросают кость, дают Невейлу кушать и так далее. Мы окажемся, я не знаю, мы, я надеюсь, что не все мы, но те, кто, о ком сказано, что у них нету дела в будущем мире, они окажутся в виде таких собак. Но понятно, что не то, что им дадут кость, потому что кость для человека не является наградой вообще. Им дадут то, что будет являться наградой. Но тем не менее, это будет, для него это будет как кость, которая дается собаке. Это не удел в будущем мире. Но Лэшем пишет, что это будет только после десятого тысячелетия, ни в седьмом, ни в восьмом, ни в девятом, ни в десятом. Этого не будет. То есть, они пробудут в гееноме плюс к обычному гееному до Тхиазамесим еще примерно три тысячи лет. Это много. Но после этого, говорит Лэшем, гееном закончится полностью, его больше не будут. А они не закончатся. Так учит Рамоми Пана. Я не видел этого Рамоми Пана. Я видел цитату в книге Лэшема в Сефир Деа. Так он объясняет Рамоми Пана. Ну, то есть, это цитата. Рамоми Пана так объясняет Рамбома и считает, что по мнению Рамбома тоже все евреи окажутся в будущем мире. Но удела не будет и окажутся совершенно в другое время, не тогда, когда все остальные. И это то, что то мнение, которое говорится. И это, судя по всему, это и есть тот вид гейнома, который здесь описывает Гаон, который называется Авадон. Окей. Из Шауля есть выход значительно раньше. И это те, у кого будут удел в будущем мире, которые, даже несмотря на гейном, встанут и получат будущий мир, поскольку они его получат как хелек, как свой удел сразу же после оживления из мертвых. А первые пять уровней гейнома, из них есть выход значительно раньше, либо 11, либо 12 месяцев, либо еще меньше. Есть те, которые спускаются в гейном и тут же поднимаются оттуда. И если вы помните, то, если я правильно помню, то это была 13 глава, 9 предложение, если я правильно помню. Да. Там была написана такая фраза. Он говорил, Ор цадиким, свет праведниках, и смах, будет радовать. ВНР Рашоим еда уха. А свечка нечестивцам будет давать известие. И он объясняет, что цадиким, они те, кто занимаются постоянно торой, а торой называются светом. Иногда они делают оверот, но это оверо не может загасить свет торой. А Рашоим, даже когда они иногда делают митцвот, это все равно не поможет. Нет, это таки не это предложение, которое я хотел. Одну секундочку. я не помню, где это, но было сейчас, было такое предложение, где сказано, что Рашоим, которое спускается в Гейном, и цадиким тоже туда спускается. Но цадиким спускается в Гейном, и для чего цадику нужно оказаться в Гейноме? для того, чтобы вытащить оттуда Рашоим. То есть, у него есть отдельная функция, что Рашоим сами не могут выйти из Гейнома, и для этого нужны цадиким, которые это сделают. Я только не помню, где это было. Одну секунду. Если я быстро найду, то найду, а если нет, то нет. Пока я не очень нахожу. Не помню точно, где это, так что искать мне не хочется ваше время терять. Но, если вы помните, то был такой кусочек Мишли, и мне казалось, что он девятое предложение, а может быть, он девятое предложение, но другой головы. Почему-то цифра 9 у меня в голове. Момент еще один. Если я не найду, то все. Нет, не вижу. Топ. Не помню, где мне казалось, что это вот здесь, но нет. Короче говоря, там Гаон объясняет, что существует необходимость цадику тоже спуститься в гейном. Не каждому праведнику это нужно сделать, но есть праведники, которые цадиким, но Эйна Гмурим не стопроцентные цадиким, им тоже нужно оказаться в гейноме. Для чего это нужно сделать? Для того, чтобы вывести оттуда рашоин. Рашоин, даже когда у них есть какой-то схут, и они могут выйти из гейнома, тем не менее, самостоятельно они это не могут сделать, им нужна какая-то помощь со стороны цадика, и это причина, по которой цадиким должны спуститься в гейном. И Гагро не объясняет, откуда он это берет, но комментаторы Гаона объясняют, откуда это берется, что есть Гемора, который говорит, что Талмидей Хахамим, праведники, ор гейном лошалетбахем, свет гейнома, огонь гейнома не властвует над ними, кальвахомирес саламандр, и учит это из определенных вещей. И там Гемора говорит, что цадик, который спускается в гейном, он не получает ожогов из-за той торы, которую он выучил, из-за тех поступков праведных, которые он сделал. Получается, что здесь написано, что цадиким тоже должны оказаться в гейноме. И это тот кусочек, который мы с вами уже когда-то учили. И тогда получается, что есть разные уровни гейнома. Некоторым людям, которые являются цадиким, тем не менее, нужно там оказаться на одно мгновение, спуститься и выйти оттуда. И гейном их не повредит, им гейном. Но тем не менее, гейном это всегда Дин, это всегда суд. И благодаря этому он вытащит кого-то из Рашоем оттуда, но кроме этого он сам туда попадает. Есть люди, которые попадают туда на более длинный срок. Есть люди, которые там оказываются на 11 месяцев, на 12, до прихода, больше, до прихода Машеха и до 10-го тысячелетия. 10-е тысячелетие это Авадон. По тому мнению, которое Рамоми Пана, Лэшем и Равцодер Коэн. Окей. Так мы очень подробно разобрали гейном, неожиданно для меня во всяком случае. Следующее предложение, 12-е предложение, говорит. Не любит кощунствующий, когда его наставляют, и к мудрым не пойдет, говорит Мальбин. Что означает это? А, вначале на иврите, я забыл прочитать. Лояф лейц, не полюбит лейц, то есть насмешник, гохеахло, того, кто его делает ему, митсва та хиха. Митсва та хиха – это упрек. Эль хахомим, лоялех, и к мудрецам он не пойдет. Зачем человеку идти к мудрецу, чтобы посоветоваться, как себя вести? Так вот, лейц, он туда не пойдет. Говорит Мальбин. Лояф лейц, гохеахло. Не любит лейц, насмешник того, кто его упрекает. Лейц – это тот, кто митлацес, насмехается, над законами мудрости. И мусара. Я энши эн, я халим, лебарарам, ло, барае, дасехель. И ему невозможно что-то объяснить доказательствами, которые может воспринять человеческий разум. Но. Аль хатахаха, шугу викуах, хасейхель. Но когда тахаха, то есть, вот этот вид упрека, увещевания, который является спором через разум. Бараеет. Ло, ехоли, ласес. На это он не может насмехаться. То есть, какие-то вещи, которые относительно понятные, но бездоказательные, Лейц не обращает на них внимания, насмехается. Но когда говорится то, что он понимает разум, он уже не может насмехаться. Но он ненавидит эти тахахот и следит, чтобы к нему с ними не пришли. И об этом сказано Исур Лейц. Он сворачивает Лейц. Локехла колон у махехла Раша Мумо. И он показывает, можно показать Раше его мум, его недостаток. Но тот, кто махех Лейц обрает, приводит ему доказательства. Локехла кинехнагу ловико гасейхель. То есть, этого человека, который приводит какие-то разумные доказательства, которые для него кажутся доказательствами, с ними он спорить не может. Но он ненавидит того, кто ему доказывает. Поэтому он следит, чтобы не пойти к мудрецам. И он не следит лунишмар мипнея мусар шальзейт ласес. Но обычный мусар, какие-то обычные слова, без доказательств, это его не волнует, поскольку над этим он может посмеяться. Но тахаха, упрек, увещевание, когда ему доказывается что-то, этого он не переносит, поскольку он вынужден это принять. Потому что он не любит этих тахахот и не пойдет к мудрецам. Я уже объяснял, говорит Мальбим, что в Торез Гакодшим в таком-то месте написано, что есть разница между ехех, доказательством, шахараф, лама, и ехех, шахараф, эт. То есть, есть два слова ехех с ламидом после этого и ехех с эт после этого. Лаахех лэ и лаахех эт. Доказывать кому-то на русском это будет одинаково звучит. Доказывать, воевать с кем-то, спорить с кем-то, доказывать кому-то. Но есть разница. После слова вековых стоит буква ламид, указание, или эт. ехех шахараф ламид, там, где стоит ламид, это спор с ним по увещеваниям разума в глазах мудрецах и мусар, и он не спорит с ним, не доказывает ему какую-то частную вещь. Но вековых спор, после которого стоит слово эт, это вещь про ти, это частная вещь. И об этом сказано альтохехец, не надо спорить, доказывать лейцу, чтобы он тебя не возненавидел. К чайному хехальдава прати, когда ты его не споришь с какой-то частной вещью, то он не ненавидит. И тем не менее, он не любит. То есть, здесь Мальвин говорит о том, что есть два вида тахахи, одна из них лейц тебя проклянет и не примет, другой из них лейц может принять, но он тебя не будет любить, но проклянать не будет. Если речь идет о какой-то вещи прати, какой-то частной вещи, так себя не ведут, то это вызовет с его стороны ненависть. Такую бесполезно с лейцем вести такой веков. А есть другой вид спора. Вид спора, который связан с тем, что ты ему доказываешь что-то общее, какое-то общее понятие. Поскольку это понятие, его можно принять аль-идей-сехальд, посредством разума, то это он примет, это понятие. Он тебя не будет любить, но ненависти это не вызовет. Так учит Мальвин. В отличие от этого, Гаон объясняет так, что лоя-хеф-лейц-тар-ахаха, что лейц не любит тахихи. Об этом сказано Не надо доказывать, объяснять лейцу, чтобы он тебя не возненавидел. И доказывай, упрекай мудреца, и он тебя полюбит еще больше. Тен ло-хахам, дай мудрецу, и он станет еще умнее. Здесь Гаон не делит разницу между ло-хе-ах-эт и ло-хе-ах-ле, как делает Мальвин. Он считает, что не полюбит и возненавидит это одно и то же. Он спорит с Мальвином на эту тему. Перуш, объяснение. Есть два элемента. Первый элемент это го-хаха. То есть, когда он показывает вещь, которую видит он у своего товарища, и он должен идти и сделать ему го-хаху. То есть, Рубен видит, что Шимон делает какую-то авейру. Он обязан пойти к нему домой для того, чтобы в ло-хе-ах и объяснить, что так делать нельзя. Это авейра. Есть вторая вещь. Лимут. Изучение Торы. Человек не обязан идти и не должен идти к тому, кто хочет учиться, но когда к нему придет желающий учиться, то есть митва его обучать. Ли-ху-хех есть митва человеку идти сделать тахаху. И об этом сказано. Сделай тахаху хахаму, мудрецу, пируш, что ты должен, объяснение, ты должен пойти к нему для того, чтобы ему доказать, и он тебя полюбит. И дай мудрецу, чтобы он пришел к тебе для того, чтобы он стал учиться и стал еще более мудрым. И это сказано, и об этом сказано, что Лейц, он не любит тахаху, он не любит увещевание. Но, когда приходят к нему домой что-то ему объяснять, то он этого не любит. Но мало того, что он этого не любит, у него есть еще один изъян. Он не пойдет к хахамим, он не пойдет к мудрецам учиться. То есть, к нему не обязательно идти домой доказывать, в отличие от мудреца, которому я обязан идти домой, говорить ему, что он делает что-то неправильно. К Лейцу они обязаны идти, потому что он все равно это не полюбит. И недостаточно того, что он не полюбит, если к нему прийти. Но даже учиться он тоже не хочет. Но и он не придет к тебе для того, чтобы учиться. И это сказано, об этом сказано, что есть Мишнов, Перкеавод, который, наверное, все помнят, что есть четыре вида людей, которые ходят в Бейдамидраш. Есть то, которое идет в Бейдамидраш и не учится там, и тем не менее он получает какую-то награду. А этот и не пойдет тоже. Он и не учиться не будет, и не пойдет к мудрецам, чтобы учиться. Это понятие Лейца. В другом месте Гаон объясняет такую вещь. Если я сейчас опять же найду, одну секундочку. где-то в девятнадцатой главе был такой пасук один момент Был такой момент, где он, Гаон, Шлома Меллах, по мнению Гаона, указывает несколько видов людей и причины, по которым люди делают Аверот. И причины, по которой люди делают Аверот, они немножечко разные. Есть причина, по которой делается Авера, когда человек Лейц, когда он насмешник. И для того, чтобы он перестал делать эту Аверу, его нужно стукнуть, побить, таке, бей его, чтобы он понял, о чем идет речь. Есть человек, которому достаточно увидеть, как бьют кого-то другого, и он начинает понимать, что это не надо делать, что это как-то неправильно может привести к отрицательному результату. А есть человек, которому помогает та ха-ха. Вот, это я его нашел. Это 25-й пасук 19-й главы, который говорит, давайте я сразу по-русски, потому что времени не очень есть у меня, в 19-й главе, 19-й, сейчас, какой, 25-й пасук 19-й главы, говорит, глупый сын досада отцу своему и огорчение родительницы своей, и карать нехорошо правого, тем более обочевать благородных. Он говорит, лейц, лейцан, такэ, а, я не ту голову открыл, извините, извините, на иврите открыл то, что надо, а здесь не то, что надо. Бей кощунствующего, и простак сделается благоразумным. У вещевая разумного, он поймет наставление. То есть, здесь есть три группы людей. лейц, он почему-то перевел кощунствующего, он понимает только наказание, он не понимает другую вещь, поэтому не надо его лохиах, говорит Гаон, потому что тахаха ни к чему позитивному не приведет. Простак Петти, это человек, который легко соблазняется, но в принципе он хочет нормально существовать по правилам Торы. Он становится благоразумным, когда видит наказание даже кого-то другого, тем более свое. А разумный человек, его нужно сказать тахаху, и он ее примет и будет правильно себя вести согласно ей. Окей, мы прошли с вами до конца двенадцатого посука, сегодня мы прошли несколько мало, но что делать. спасибо, до новых встреч в эфире. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!